В прямом эфире РБК ОФА. Меня зовут Олег Смаков. Здравствуйте. В 425 миллионов 210 тысяч рублей оценил региональный центр сберком точные расходы на проведение выборов 2019 года в Башкортостане. До этого объем финансирования не уточнялся. Данные РБК ОФА предоставила Центральная избирательная комиссия республики. Так, львиная доля затрат на сумму почти в 383 миллиона рублей будет направлена на финансовое обеспечение подготовки и проведение выборов избирательным комиссиям на местах. На самоорганизационную часть избирательной кампании направлено более 42 миллионов рублей. По словам председателя Центральной избирательной комиссии, все средства на проведение выборов главы Башкортостана перечислены и выделены в полном объеме. Да, с этим вопросом у нас нет никаких проблем. Все необходимые средства перечислены на наш счет. И, соответственно, вы же видите информационные составляющие и все необходимое у нас имеется для того, чтобы обеспечить действительно высокий уровень избирательной кампании. Добавлю, всего из Центральной избирательной комиссии Башкортостана заказано для выборов главы республики 3 миллиона 54 тысячи и 3 бюллетеня. В том числе на русском языке около 2,5 миллионов, на русско-башкирском 398 тысяч и на русско-татарском 205 тысяч бюллетеней. Напомню, на выборах главы Башкортостана зарегистрированы 8 кандидатов. От Единой России, временно исполняющей обязанности главы Башкортостана Радий Хабиров, от ЛДПР депутат Госдумы Иван Сухарев, глава Республиканского отделения Справедливой России Юрий Игнатьев, руководитель отделения КПРФ в регионе Юнир Кутлу Гужин, от партии Гражданская сила директора фонда развития городских проектов Владимир Барабаш, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость блогер Владимир Кобзев, от Патриотов России и бизнесмен Рафис Кадыров и от партии Яблоко общественник Зульфия Гайсина. К другим темам. Оплачивать учителям школ время, которое они тратят на составление отчетности, предложили участники Экспертного совета по образованию Башкортостана. Изменения предложено внести в федеральное законодательство. По мнению авторов инициативы, нужно компенсировать преподавателями сверхурочные часы работы. У учителей столько нагрузок, нагрузок именно в таком профиле, потому что они отчитываются. Отчеты разного плана. Это, во-первых, отчеты школьные отчеты, отчеты районные, отчеты республиканские. Во всех отчетах иногда дублируются, но учитель настолько загружен в этом плане, да, работает целыми днями, не покладая рук. А тем, что он, она или он должен заниматься, например, воспитанием детей, а также преподаванием того предмета, который он преподает, на самом деле времени не остается, наверное. Напомню, о необходимости решить проблему с нагрузкой на учителей заявил руководитель Башкортостана Райзи Хабиров на Республиканском августовском совещании по образованию. Он отметил, что педагогов нужно освободить от составления ненужных отчетов, а также от привлечения к деятельности, не связанные с должностными обязанностями. Также на том же августовском республиканском совещании заместитель министра просвещения России Ирина Потехина заявила о том, что педагог должен ввести только четыре документа – рабочую программу по предмету, календарно-тематическое планирование, а также журнал и дневник в электронном виде. Кроме того, эксперты высказались о необходимости увеличить нормативы бюджетного финансирования сферы образования. Отмечу, предложения о совершенствовании законодательства будут приниматься до 28 августа. Продолжаем. В Уфе судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы перенесли снова из-за плохого самочувствия потерпевшей. 23-летняя дознавательница ходатайствовала о том, чтобы давать показания сидя, но суд постановил, чтобы соблюдался установленный порядок и отказал ей в этом. Об этом РБК Уфа сообщил адвокат, обвиняемого Эдуарда Матвеева, Рустам Ибрагимов. Также он назвал еще одну причину, почему слушание перенесли. Судебное заседание судом было отложено, перенесено на другой срок, в связи с тем, что суд счел необходимым дать возможность подготовиться к стороне защиты обвиняемых корректной подачи вопросов. Строго предупредив, что это будет в последний раз, что это будет расцениваться как затягивающий процесс. Адвокат, потерпевшая Ирина Валиева, рассказала журналистам, что ее подзащитная уже нашла новую работу и вышла на нее. Но в какой сфере теперь она трудится? Уточнять отказалась. Добавлю, на прошлом судебном слушании, которое состоялось 15 августа, пострадавшая дознавательница предъявила гражданский иск на сумму в 100 миллионов рублей. По словам адвокатов защиты, гособвинитель тогда задал потерпевшие около 80 уточняющих вопросов. Однако слово защитникам эксполицейских так и не дали. Напомню, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных правоохранителей изнасиловали 23-летнюю дознавательницу. По словам потерпевшей, все произошло в здании ОМВД по Уфимскому району. После задержания полицейских уволили из органов, так же, как и их молодую коллегу, за распитие спиртных напитков на рабочем месте. В Уфе сегодня проходят акции, посвященные празднованию Дня Государственного Флага России. В этом году российскому триколору исполняется 350 лет. В течение дня на разных площадках города и в учреждениях культуры жители могут посетить акции в честь праздника. Так, в парке имени Гафури состоится танцевальный флэшбоб и концертная программа, в рамках которой выступят башкирские исполнители. В Доме культуры Нагаевский, в Доме музея имени Ленина организованы тематические книжные выставки. На площади перед Государственным концертным залом Башкортостана от волонтеров в национальных костюмах желающие могут получить флажки в цветах российского триколора. Патриотическая акция организована Домом дружбы народов республики. Мне кажется, что Россия достойна своей истории, своим пройденным путем, своими гражданами, своим богатством народов, культур. Чтобы популяризация шла вот именно флага, популяризация вот таких акций. Это же воспитание патриотизма среди молодежи. Девушки, парни разных национальностей в своих национальных костюмах вручили бы подарки. Это показывало бы солидарность народов, дружбу народов России. Отмечу, официальным праздником День государственного флага в России стал 25 лет назад, в августе 1994 года. По традиции, по всей стране в этот день проходят флэш-мобы, концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия. Напомню, 18 марта этого года в России вступил в силу закон о блокировке интернет-материалов, оскорбляющих госсимволы общества и институты власти. И на этом пока все. Оставайтесь с РБК.